Особенно расслабляться нам не надо, потому что на самом деле наша жизнь, как мне кажется, она хороша, видите, фассаж хороший, все продается, все есть, все это самое. И все-таки у меня лично, меня лично не покидает ощущение, что мы сидим на бомбе, на бомбе, причем сидим на бомбе, все, значит, в шанеле, вот, и как бы все очень хорошо. Но при этом мы еще, так сказать, курим, кто чего может, там сигару, кто не сигару, и еще как бы смеемся, все вроде бы. Вот я очень хочу, чтобы мы не просмеяли сами себя, но самое главное, чтобы мы не просмеяли своих детей. Вот их-то жалко, но мы хотя бы, так сказать, этого маразма, того, что вот-вот рванет, мы его как бы заслужили. Вот, а они-то, ну, еще не нет, как бы они еще ни при чем, поэтому очень хотелось бы, чтобы они за нас своими жизнями не расплачивались. Вот хотелось бы, потому что у меня там двое детей, трое внуков, понимаете, ну в чем они виноваты? В чем, ни в чем не виноваты. Вот, но платить по моим долгам придется им. И это чувство меня очень угнетает, понимаете, потому что я про свои долги сам знаю хорошо, и я не понимаю, почему они за это должны платить. Поэтому эта картина про, ну, о чем я буду рассказывать, сами все увидите. Ну, про чувство сострадания, да, сострадания. Кто-то нас научил, какой-то дурак, потому что, значит, вот эти новые времена, рыночная экономика, это чем ты жесточе и бессмысленнее будешь, да, тем, значит, лучше все это будет. Там, кто кого догонит, рушь-рушь, обрежет, кто-то молодец. Это ерунда. Это ерунда, потому что на самом деле, еще Федор Михайлович Достоевский говорит, что никакая вселенская гармония, в основу которой положена хоть одна судьба трагическая, ребенка не стоит ничего. Не надо такой гармонии. Не надо такого ощущения, да, мы выдающаяся великая держава, ни на кого не похожи, у нас свои гармонии. У всех одна и та же гармония, чтобы дети были живы. Еще здесь я столкнулся с чудесными детьми, они называются аутисты. Вот, ну так по сюжету получится, вы поймете. И как-то я сам боялся очень аутистов, мы все боялись, когда их привезли снимать, но они аутисты, ну что с них возьмешь, казалось бы, да. На самом деле это исключительно умные, душевно тонкие, замечательные юные люди, замечательные. И когда я стал интересоваться, а что такое аутист, что это аутист? Ну, потому что все статистики говорят, что их становится больше и больше. Ну, это наша радость, понимаете, что становится больше и больше. Эйнштейн-аутист оказывается. Великий математик Терельман, аутист. Что такое аутисты? Это мы, такие же, как мы, они абсолютно не больные. Они просто не хотят играть в наши дурацкие игры. Вот в наши дурацкие игры взрослых. Ну, как бы сказать, уродов все-таки. Они не хотят играть. И от этого отношение к ним глубоко нежное и глубоко трепетное. И я вот счастлив, что они у нас снимались. Причем вот там мальчик один должен был у нас сниматься. Один. И когда я ему говорю, ну, давай, поехали там, будем сниматься. В школе я его нашел. Поедем. Не будем сниматься. Я говорю, почему не будем сниматься? Не будем сниматься. Я говорю, ну, что-то, неужели мне интересно сниматься? Не будем сниматься. Я говорю, почему не будем-то сниматься? Без заедика не будем сниматься. Оказывается, у него товарищ Эдик. И он мне раз и навсегда сказал, без Эдика я сниматься не буду, он мой товарищ. Поэтому с нами поехал Эдик. Значит, он всё время перед каждым дублем у меня спрашивал, а где Эдик? Я говорю, вон он там в автобусе тебя ждёт, всё нормально. А где здесь? Да, давайте сниматься. Вот эта невероятная преданность, которую мы уже забыли, она является просто эмоциональной основой жизни этих детей. И финал, последнюю, значит, сцену, я говорю, вот давай сейчас ты там, ты не вынесешь чемодан, там всё будет хорошо. И это последняя сцена. И ты поедешь назад в школу и будешь, не будем мы тебя мучить больше, не будешь ты больше сниматься. Вот, всё хорошо, я тебя поздравляю, ты доснялся уже. Нет, я не доснялся. Я говорю, почему не буду я сниматься, последнюю сцена. Я говорю, почему ты не будешь сниматься? Не буду. Но почему не будешь? Безовика не буду. И я был вынужден. Вот вы видите последнюю сцену, там Эдик. Там Эдик, потому что он сказал, ну не будет он без Эдика сниматься. Вот это вот чувство, если у нас хоть немножечко будем, что всё у нас будет хорошо, но без Эдика мы жить не будем. Без Эдика нам неинтересно. За каждого Эдика, я считаю, мы должны бороться. Потому что каждый Эдик – это наша настоящая жизнь. Ну, ещё это поклон мой лично, низкий поклон эпохе 60-х годов. Это было замечательное, чистое, очень жестокое, очень жестокое, но у нас в России всегда всё жестокое. Но была чистая эпоха чистейших надежд. И кино было изумительно замечательное. Я вот снимал это кино, я думал, чёрт возьми, что-то это напоминает. Я сам не знал, что-то мне это напоминает. Кто-то там останавливал плёнку. Думал, да, это… Что-то мне я шагаю по Москве напоминает, да. Потом ещё чего-то напоминает. И все, все какие-то вот молодые солдаты, простые картины 60-х годов, простейшие, без всяких фокусов, простейшие картины. И я-то в кино, благодаря тому, что я как-то прогуливал школу в шестом классе, и, значит, за пять копеек купил синенький билет на кинофильм «Летят журавли». И я, когда посмотрел «Летят журавли», да, у меня, причём, мне 13 лет. «Летят журавли» помните, кто видел, да? А кто не видел, посмотрите, это великая картина. У меня был сдвиг на «Летят журавля». А потом я уже, когда немножечко подрос, мне тоже самое рассказывал Андрон Кончаловский. Из хорошей семьи вообще. Дедушка Суриков, вообще-всё чудесно занимался в консерватории. Играл концерты, скрябиновские концерты. Посмотрел «Летят журавли», всё бросил. И пришёл в кино. Глеб Панфилов, ваш Глеб Панфилов, он сделал фантастическую карьеру. Фантастическую карьеру. Причём партийно-государственную карьеру. Он сейчас был бы, ну, если бы не Горбачёвым, то Нарышкиным точно. Понимаете? Ну, фантастическая карьера. Посмотрел фильм «Летят журавли», всё бросил, всё бросил. И начал эту странную жизнь в кино. Которое только это кино, конечно, подарило ему Инну Чирыкову. Поэтому это всё магическое воздействие фильма «Летят журавли». И вот в самом начале там написано посвящение, да? Которому я ещё раз сегодня присоединяюсь. С низким поклоном, простодушию, надеждой и силе этих надежд, которую мы ощутили в 60-е годы и которыми многие из нас до сих пор живут. Спасибо большое. Сейчас Коля дам.